Грязевые потоки на сельских дорогах, подтопленные подвалы в домах и улицы реки. Гагарина, индустриальное бендерского восстания Ермакова. Это лето проходит под знаком природных аномалий. То зашкальная жара, то тропические ливни. Как противостоять стихии? Что сделано и что предстоит сделать, чтобы предотвратить негативные последствия ливней? В госадминистрации Бендер прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Комиссия прошла под личным контролем главы. Накануне Роман Иванченко лично проинспектировал все проблемные точки затопления в городе и селах. Все затопляемые зоны прошел по периметру. По итогам жесткая позиция и поручение по каждому направлению работы городской инфраструктуры. С учетом решений, которые приняли на предыдущих заседаниях комиссий. Граждане нас оценивают по результатам. Начиная с сегодняшнего дня, представители комиссии вместе с секретарями, со всеми, каждый раз выезжают на объект. И смотрят в глаза тем людям, которые страдают из-за этого. Раскачиваться не месяц, как минимум. Это вообще никуда не годится. Было решение. Аварийно выполнить работы, которые могут в первую очередь уменьшить последствия. Второе. Приступить к проектированию и проработке различных вариантов. Прорывной дождь, шквалистый ветер, гроза и гром. Непогода на той неделе бушевала не на шутку. Стихия словно испытывала город на прочность. Некоторые улицы превращались в реки. Пострадали и села. Большая вода и грязевые потоки устремились на главную протягаловскую совхозную. Считанные часы заполнили сельские дворы, гиски и протягаловки. Главная причина – вода вместе с потоками земли идет с полей. Уплом у нас больше 6% на этом участке. На таких участках вообще недопустима высадка пропашных культур. Они там присутствуют. Вся вода собирается с самого верха и летит вниз, собирается в потоки. И потом уже их ничем не остановить. Хоть 3 метра ставьте в диаметре труда, и вы уже ситуацию не поправите там. Потому что будут страдать дома, это уже миллионные вложения. Ручей будет засоряться этой почвой. Проводится ли леса и гидро, мелиоративная защита грунта? Что необходимо предпринимать против водной эрозии почвы? Проблему будут решать совместно с Минсельхозом и службой экологии. А вот главная проблема – подтопление улиц. Ливневки не справляются с такими объемами воды. Диаметр труб слишком мал. И это показала и проверка ливневых канализаций специальной техникой. Еще одна проблема – решетки засоряются травой и листьями, которые несет вода. Тут поможет их очистка. Глава дал поручение по самым затопляемым участкам города. На улице Лазо решетки приемников будут чистить сотрудники троллейбусного управления. Участок на Ермакова закрепили за автомотосервисом и торговлей. На индустриальной и бендерского восстания – за коммуналдорсервисом. Каждый участок подтопления под контролем главы. Поединение до конца дня ждет вас решение. И до конца среды смету на выполнение этих работ. Ограничить движение на подтопляемых участках, разработать временные маршруты, движение в объезд – это тоже необходимые меры. Гражданам и автомобилистам стоит ограничить передвижение по городу во время сильных ливней, во избежание плачевных последствий непогоды. Город и села приводят в порядок коммунальщики. Засыпают на проселочные дороги грунт, щебень и асфальт, который вымыл дождь. Воду из подвалов многоэтажек и частных домов откачали. Принимают заявки на ремонт кровель. Грейдирование на проселочных дорогах уже провели. Приступили к очистке обочин.